Может быть и лето и подходит к своему завершению, но красоты в городе от этого не становится меньше. Помимо того, что в течение года в Рязани многократно высаживались цветы, они появляются на клумбах города и сегодня. За два дня в Рязани было высажено около 20 тысяч цветов. Несмотря на пасмурную погоду, Рязань расцветает. Эти цветы называются колеус и фестука. Они должны оставаться еще такими же яркими, красочными на протяжении нескольких месяцев. Рассада была выращена в питомнике дирекции благоустройства города. Цветы будут радовать граждан до самых заморозков. В основном работы были произведены именно в центральной части города. Делаем мы это в связи с тем, что у нас как-то на этой стороне Первомайского проспекта отцвела бархотка, стала не совсем приглядной. Мы решили заменить ее на те цветы, на те растения, которые еще всю осень будут радовать глаза рязанцам и в хорошее настроение при этом у нас будет создаваться. Подобного рода растения уже не первый год высаживаются в Рязани. Цветы хорошо приживаются, несмотря на то, что многие из них выглядят очень нежными и хрупкими. Достаточно прихотлива, но она не первый год мы ее высаживаем в городе. Сейчас мы можем калеусы увидеть около драматического театра, там змейка вдоль улицы Циолковской посажена. Она хорошо ведет, она красивая очень. Поэтому я думаю, что никаких проблем с этой рассадой не будет. Если сравнивать нынешние времена с тем, какая Рязань была раньше, можно отметить, что, к примеру, в 50-е, 60-е годы деревьев и цветов все же было больше. Например, сейчас нельзя увидеть деревья в таком количестве, как раньше на площади Победы, на улице Дзержинского. Однако многие места как будто бы остались без изменений. И даже если еще несколько лет назад цветов и зелени в какой-то степени было меньше в Рязани, то сейчас ситуация выходит на прежний уровень, а может быть, становится даже и лучше. Ведь куда приятнее горожанам в эти дни, особенно накануне нового учебного года, для многих являющимся праздничным событием, видеть город в таком цветущем, красивом формате.